Добро пожаловать на канал HardRessetInfo. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Nokia G20 можно пользоваться Google объективом. Заходим в камеру и нажимаем вот сюда. И видим здесь Google объектив. Давайте начнем с первой функции перевод. Можем навестись на какой-либо текст, сфотографировать, обвести, какой текст нам надо перевести и Google нам его переведет. Чтобы он не ошибался, можно выбрать вместо автоматически какой-то другой язык. И также можем изменить язык, на который он будет переводить. Текст. Мы можем навестись на какой-либо текст и его просто скопировать, если нам, например, лень печатать, либо еще что-то. Поиск. Данная функция такая, общая. То есть мы можем навестись абсолютно на что угодно, сделать фотографию. Google нам попытается найти, что же это такое в интернете. Домашнее задание. Можем навести камеру на какой-то пример, не слишком трудный, скорее любой, но без условия. И тогда Google нам его сможет решить. Покупки. Если мы наведемся на какой-то предмет, например, на... Вот у меня здесь есть наушники от Sony. Попытаемся на них навестись. Попытаемся их найти в интернете. Вот. Нашли мы, собственно, это наши наушники. Скорее, наши не вот эти, а вот эти вторые. И, как вы видите, нам очень быстро Google нашел, что это за наушники. Так вы можете искать что угодно. Места. Можем навестись на какой-то, не знаю, памятник, на какое-то красивое здание, на что угодно, на... Если это какое-то архитектурное, не знаю, строение по типу... Даже какой-то мост, если у него есть свое определенное название, то Google вам сможет его найти и дать вам описание. Кафе и рестораны. То же самое с кафе и ресторанами. Только Google вам еще покажет их оценку, а также описание на Google-картах. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!